Ситуация на валютном, фондовом и сырьевом рынках в центре внимания участников Гайдаровского форума, который открылся сегодня в Москве. В дискуссии по самым актуальным проблемам экономики участвуют члены правительства, представители делового сообщества, эксперты из России и других стран. Говоря о задачах, которые предстоит решить в нынешних условиях, Дмитрий Медведев особо подчеркнул, необходимо укрепить доверие между гражданами, бизнесом и властью. Репортаж Михаила Кинченко. Гайдаровский форум уже традиционно первая в году встреча ведущих экономистов, бизнесменов, теоретиков и практиков. Именно во время этого общения участники дискуссии стараются определить основные направления экономического развития на ближайшие месяцы. Разговоры эксперты начали с самой злободневной новости, с нефти. Цены на нее за последние месяцы снизились более чем вдвое. И чего ожидать в этом году, сейчас не берется прогнозировать ни один эксперт. Цена на нефть слишком сильно подвержена колебаниям. То она падает до 10 долларов в конце 90-х, то внезапно вырастает до 120. Она, как и курсы валют, которые предсказать невероятно трудно. Мы точно можем сказать только одно. Цены на нефть так и будут сильно колебаться. Впрочем, большинство собравшихся на форуме экономистов все же сходятся в одном. Цены неизбежно вырастут. На графике, который подготовил глава Сбербанка Герман Греф, видно, что уже сейчас примерно половина мировых месторождений убыточна. Вопрос лишь в том, как долго с такими убытками продержатся добывающие компании. Если провозглашенная коллегами из Саудовской Аравии и из Арабских Эмиратов цена 25 будет достигнута, то, на мой взгляд, чем глубже она упадет от сегодняшнего уровня, тем быстрее она отскочит. Потому что держать такой уровень добычи сегодняшний, свыше 90 миллионов баррелей в сутки, при цене 25 или 35, очень долго невозможно. По данным правительства, за прошлый год отечественный бюджет в итоге недосчитался примерно 3 триллионов рублей. Часть этих потерь предлагается компенсировать за счет накопленных в предыдущие годы резервов. Это около 5 триллионов. Причем большая часть этих денег в валюте. Но тратить все запасы не будут. Наша цель не заливать кризис деньгами. Это бесполезно, мы с вами понимаем. Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. Можно, конечно, следуя 7-минутной конъюнктуре, заморозить курс. Тем самым, естественно, возродить черный рынок валюты. Но все это означает лишь одно – последовательное разрушение рынка. Конечно, сейчас многое играет против рубля. И цены на нефть запредельно низкие, и санкции, курс сильно колеблется. От этого страдают и компании, и банки, и, конечно же, обычные люди. Но, тем не менее, я считаю, что политика Центрального банка, которую он проводит в настоящий момент, – это правильная политика. Мы не собираемся проедать валютные резервы. У нас достаточное количество экономических механизмов, чтобы обеспечить устойчивость рубля. Решение отпустить рубль в свободное плавание, по мнению многих экономистов, которые нередко критикуют работу правительства, оказалось правильным. Да, национальная валюта подешевела, но уже в скором будущем это принесет и положительные результаты. Если бы мы, как в прошлый раз, сдерживали курс, и в том случае было, напомню, в 2008, в конце года, и в 2009, суммарно за несколько месяцев было потрачено 200 миллиардов долларов золотовалютных резервов на поддержку курса, а потом курс все равно был ослаблен. Тогда в этом смысле Центральный банк выстоял, и рост цены на нефть помог. Сегодня мы не знаем, будет ли рост цены на нефть, хоть в течение года, двух. Поэтому гибкий курс, изменение курса является ключевой мерой для адаптации экономики к новым условиям. Вместо пустой траты резервов, государство намерено вкладывать их в первую очередь в развитие производства информационной и биотехнологии сельское хозяйство. Эти решения были приняты задолго до возникновения экономических проблем, которые, как признался премьер, были ожидаемы. Вот тут все больше вспоминали Маркса. Я хотел вспомнить Джорджа Буша, младшего. Он как раз завершая работу в конце 2008 года, на мой вопрос, что вообще с вашей экономикой-то происходит. Вроде никто почти ничего не ждал, даже аналитики почти все ошибались. Он говорит, ты знаешь, нас обманули. Мы излишне передоверились Уолл-стриту. Я это запомнил на всю жизнь. Так вот, нас точно никто не обманывал. Мы сами понимали в 2014 году, что ровно все так и будет. Ну, может быть, с нефтью оказалось чуть более сложно, чем мы ожидали. Ну, так бывает. Кроме того, Кабинет министров практически закончил работу над поручениями президента, которые были озвучены в декабрьском послании Федеральному собранию. Уже в скором времени должны вступить в силу решения о закреплении действующих налоговых правил на ближайшие три года. Снижение административного контроля, амнистии капиталов. И это хорошие новости не только для отечественных предпринимателей. Многие иностранные компании, в том числе и европейские, несмотря на санкции, намерены продолжать работать в России. Российский рынок очень важен для нас. Торговля хорошо развивается. Поэтому мы продолжим работать здесь, найдем подходы. Мы должны постоянно приспосабливаться к новым обстоятельствам и новым запросам наших клиентов. Ситуация сложная, но она всегда была непростой. Я всегда говорю, что Россия – великая страна с огромным потенциалом. Россия уже сделала очень важные шаги по поддержанию своих, отечественных производителей. И мы уверены, что это правильное решение. Российскую экономику необходимо дифферсифицировать. Мы работаем с Россией уже 37 лет, и за это время прошли серьезные кризисы. Россия остается для нас ключевым рынком. Мы уверены, что рано или поздно ситуация изменится. Мы настроены продолжать сотрудничество. Дмитрий Медведев заверил приехавших на форум зарубежных экономистов. Несмотря на трудности, возникшие в том числе из-за враждебных санкций, наша страна не будет отказываться от выплаты внешнего долга. Тем более, что он небольшой. Правительство готово даже в случае затруднений поддерживать компании, задолжавшие западным банком. Россия не намерена терять репутацию надежного партнера в мире. Но при этом и от своих должников государство будет требовать неукоснительного выполнения обязательств. Глава правительства привел в пример Украину, которая в конце 2013 года взяла займу России в 3 миллиарда долларов. Но в бюджете на этот год даже не предусмотрела платежей по кредиту. Решение по этому вопросу, пообещал Медведев, будет принято в ближайшее время. Кроме того, если цены на нефть надолго задержатся на низком уровне, урезать расходы все же придется. Соответствующие предложения в правительстве уже готовят на рассмотрение депутатов Государственной Думы. Нам необходимо обеспечить исполнение основных обязательств бюджета. Несмотря на то, что мы сейчас провели некое ограничение расходов текущего года, 15-го года, мы будем выходить в Государственную Думу с сокращением на 10% всех расходов, за исключением оборонных расходов. Так было принято у нас решение. При этом экономить за счет самых необеспеченных государство не будет. Уже с 1 февраля в России будут проиндексированы пенсии. Повышение произойдет на уровне фактической инфляции, которая по итогам прошлого года превысила 11%. А вот, например, в российских банках, которые получат государственную помощь, появятся специальные наблюдатели. Их уже назвали комиссарами. Они теперь будут следить за тем, чтобы бюджетные деньги не шли на выплаты баснословных зарплат и премий. Уж если экономия и строгий контроль, то для всех. Михаил Акинченко, Ольга Паутова, Ольга Меркулова, Вячеслав Архипов, Первый канал.